Верховная Рада Украины приняла декларацию о борьбе за освобождение Украины. Там сказано, украинский народ никогда не признает аннексию Крыма и призывает к этому весь мир. Кроме того, депутаты приняли заявление о гарантировании прав крымско-татарского народа в составе Украины. В частности, о том, что на их территориях не будет военной деятельности. Также в первом чтении нардепы приняли закон об обеспечении прав граждан, которые живут на оккупированных территориях. В частности, предлагается ввести специальный режим пересечения границы с автономией и обеспечить права крымчан, которые остаются гражданами Украины. Никакой блокады не будет, но будет специальный режим тарифов для автономной республики Крым. Мы не собираемся датовать военные части оккупантов и граждан РФ. Именно поэтому сейчас Кабмин разработает терминовую процедуру, фактически прямого субсидирования граждан Украины, чтобы они получили все это по тому же тарифу через субсидию, по которой получают граждане Украины. Я очень прошу обережно поставить себя к тому, что мы называем коллаборационизмом. Потому что там остаются наши люди, вы понимаете? Им нужно иметь где-то зарплату. Мы можем им всем обеспечить зарплату. Если можем, то нет вопросов. Если нет, то нужно третий раз вымерять. Правительство не будет спешить с введением визового режима с Россией. Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк. Объяснил, нужно учесть интересы жителей Юга и Востока. Они часто ездят в Россию на заработки и имеют родственников по ту сторону границы. Поэтому премьер говорит, в визовом вопросе следует семь раз отмерить. Я напомню, вчера Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил МИДу, как можно скорее ввести визовый режим с Россией из-за конфликта в Крыму.